За бразды управления этим домом очередь не выстраивается. Напротив, уже не первый год его жильцы предоставлены сами себе. Одна из управляющих компаний по просьбе администрации и самих жильцов производит некоторые текущие работы. После опрессовки в железнодорожном районе, вчера ее специалисты пытались подключить людям горячую воду. Однако с первого раза не вышло. Трубы прогнили, дом давно признан аварийным и просто рушится на глазах. Проходят все коммуникации по квартирам и никто не обслуживал много лет, практически уже брошен дом. Так что вот сейчас рвануло до вводных задвижек. Это опять кому-то устранять надо. Возможно придется нам, хотя дом не наш. Там практически в некоторых квартирах даже нельзя работать. Еще несколько лет назад в другой организации я работал. Инженер по технике безопасности запретил заходить в некоторые квартиры, потому что можно провалиться. Если заходить по технике безопасности в квартиры нельзя, то почему вообще там живут люди? Но, как оказалось, и слова о том, что можно провалиться – чистая правда. К примеру, вот это – ванная комната. Хотя с виду больше напоминает проход в чистилище. Представьте себе, каково это – поскользнувшись на полу ванной – оказаться в мутной жиже подвала. Но бояться жильцам следует не только дырок в полу. Опасность здесь постерегает со всех сторон. У меня зять зашел, сверху упала вот эта штукатурка. Хорошо он прошел, потом упала. И сыпется, постоянно сыпется это все. После обрушения ванной в этой квартире еще и перекрыли воду. Так Ирина уже несколько лет набирает канистры для бытовых нужд у соседки. Однако ей уже предложили альтернативу такому существованию, не дожидаясь переселения из аварийного дома взять денежную компенсацию. Мне в администрацию, вот бумажка мне пришла, предложили выбор или квартиру, но они квартиру сказали, что нету сейчас квартир. 200 тысяч возьмите. Я отказалась. Кто смог, до ожидаемого расселения, покинул разваливающиеся халупы. Другие продолжают существовать здесь. На стене дома висит табличка с даты его расселения, не позднее 31 сентября 2017. Однако жильцы уже сами в это не верят. Говорят, раньше цифры были несколько другими. Когда они будут расселять его, это удивительно, не знает никто. Потому что вначале нам прислали письмо, что дом должны расселить до 15 года, до января. Теперь там уже нас не извещают ни о чем, только там в прессе я прочитала, что уже до 17 года должны расселить. Теперь вот вчера письмо пришло собственнику в этом доме. Там уже пишут, что с 13 по 17 год должны расселить. С 11 года, как вот дом признали, комиссия признала аварийным, вот это вот уже, смотрите, сколько лет. Самое главное, что выживать в таких условиях жильцам уже несколько лет приходится без обслуживания управляющих компаний. То, что такой проблемный дом не хочет брать ни одна УК, вполне понятно. Денег на нем не заработаешь, зато расходов море. Однако не так давно в нашем городе была создана муниципальная организация. По словам администрации, в первую очередь, как раз для управления такими вот бесхозными домами. Но что-то и она пока не торопится взять шество над деревяшкой. А жильцы Кировской 15 искренне надеются, что их мучения не продлятся дольше заветной даты расселения. И что в награду за них они смогут получить квартиру, пригодную для жилья, а не сомнительную денежную компенсацию.